Молодежь из студенческих советов и школьного самоуправления, волонтеры, рабочие молодежь, депутаты говорили с главой города, о чем мечтают и на что надеются. Разговор получился откровенным, плодотворным для обеих сторон. Сергей Павлович делился своими ощущениями от общения с поколением юных. Самое главное, что мы вас слышим. То, что сегодня анапская молодежь является лидером в государственном крае, это бесспорно и, поверьте мне, как главе очень приятно. Мы, конечно же, власть, и я, как глава, должны принимать участие в тех или иных вопросах и решать те проблемы, которые вы ставите перед нами. Я, скажу честно, и не могу сказать, что мы каждый день эти вопросы решаем, но, поверьте, то, что мы делаем сегодня, в большей своей вере делается для вас. Молодежь города оценила один из самых любимых и долгожданных возрожденных в жизни в этом году проектов скейт-парк. Поблагодарив главу города и за бассейн Виктория, ну, а главное, что впереди – отличная новость. На инвестиционный форум в Сочи уже в феврале будет вынесен проект строительства Ледового дворца. Там будут дети, будет смерть, будет там, ну, это завтрашний день. Мы когда-то по Северопольскому шоссе, это три года назад, заготовили землю под Ледовый дворец. И она есть, эта земля, ее никуда не дели, мы ее тоже повезем. И вот что-то начали общаться сегодня по инвест-предложениям на Сочи. Я говорю, послушай, а где есть в охруе? Если мы построим, к нам поедут. Даже в Российске нет, понимаете? Ближайшие в Краснодаре. А у нас есть самое главное, есть земля. И земля с запасом. Там можно и гостиницу построить. То есть будем опять предлагать, сами бы не осили. Это порядка 700 миллионов рублей. Это серьезная сумма для бюджета в том числе. Да он бюджету и не нужен. Мы лучше за эти деньги и школу будем построить. А вот частный инвестор, да. Вот это мы будем делать и делаем до того, чтобы в этом будущем жили мы. Серьезный вопрос поднял Никита Ванков. Парковки, предназначенные для инвалидов, занимают водители. Можно признать, что наш город очень хорошо благоустроен. Что большинство перекрестков и улиц, а особенно наша инфраструктура, это автобусы, автобусные остановки, даже вот Родина являются доступными для нас. Я хочу вас за это поблагодарить от лица человека с ограниченными возможностями. Мне очень беспокоит одна ситуация, которая происходит в городе. Это парковки для инвалидов, которые находятся в торговых центрах, в гипермаркете. Когда уже больше полтора лет я являюсь водителем на инвалидной коляске, когда я подъезжаю к торговому центру, все парковки для инвалидов заняты людьми, которые не являются таковыми. Я сейчас через презумпцию человека с ограниченными возможностями смотрю на все, понимаешь? Ты знаешь, чего мне стоило? Я на матах разговаривал с ЖКХ, чтобы опустили бордюры. Я говорю, вы не надо никого приглашать, не надо Никиту там приглашать, вы возьмите детскую коляску, просто для игрушки, и катите ее. И как только она прыгнет, то, что вы в руках не можете удержать, надо переделывать, дорогие друзья. Ну то есть слышат, но не мной. И потом, у нас нет системы, вот я специально попросил вас ввести в совет архитектурный, да? Когда мы принимаем, особенно объекты на этажном, на квартирного строительства, торговые объекты, когда мы даем разрешение на работу. Вот обязательно должен присутствовать человек с ограниченными возможностями, потому что только он может сказать, мне здесь удобно, а здесь я бы хотел, чтобы сделали вот так. Крепкое рукопожатие – лучшее доказательство верности и честности мужского слова. Было много очень важных вопросов о том, не закроются ли все вузы в Анапе, куда пойти работать по окончанию школы. В 15-й школе, как оказалось, нет автобуса для поездки на соревнования. Глава тут же давал поручение своим замам искать пути решения.